всем огромный привет добро пожаловать на мой канал сегодня у меня будет закупка продуктов из магазина лента ездил туда у меня муж нам просто почему мы ездим именно в ленту бывает что у меня муж иногда заезжает там какие-то мелкие покупки в какие-то другие магазины такие как ok там спар и аллы какие попадутся пятерочка и так далее вот какие попадутся на пути но вообще нам очень удобно когда он едет домой или мне даже если выезжать по вместо расположения очень удобно именно магазин лента самом поселке в котором я живу у нас крупных магазинов нет есть только местные магазинчики такие лавочки скажем так где цены завышенные намного на мой по крайней мере взгляд еще по поводу журналов лента одна девушка мне вообще написала что журнала лежат а кассе в свободном доступе и даже не нужно никому ни у кого просить никого выдавать но вот когда если у меня муж предыдущий закупки когда я показывала журнал ему именно предложили то есть на кассе никаких журналов журналов не лежало ничего такого то есть ему предложили будет он брать этот журнал или не будет он брать этот журнал поэтому в любом случае девочки в конце месяца но ближе к концу месяца или ближе к началу месяца я очень советую вам именно спрашивать то есть если у вас покупка больше чем 3000 рублей обязательно спрашивайте да и вообще просто спрашивайте на кассе если у них эти журналы и возможно возможно и дадут да вот так что журналами вот так но журнальчики очень интересные несмотря на то что есть небольшая реклама я вам уже показывала есть интересные рецепты просто интересные какие-то статьи о той же рыбе еще о чем-то так что интересно полистать на досуге почитать советую вам его брать но закупка моего мужа получилось где-то на пять тысяч с небольшим рублей принципе так в основном за мясом яйцами он у нас ездил вот и поэтому получилось достаточно небольшая и да мне кажется что все таки мужья как-то по бюджет не ходят магазин у меня тоже есть такая история выпусти меня сейчас магазин я наверно все деньги там оставлю потому что мне нужно будет все абсолютно сразу идешь мимо какого-то отдела вспоминаешь нужно это 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 да я с вами согласна в этом ну и давайте покажу саму закупку и так вот такая закупка получилась моего мужа давайте по традиции начнем с мяса значит взял он тушку цыпленка бройлера до . ручку одну штучку здесь взял свининку карельку вот такую по скидке видно было это что у нас окорок такой неплохой кусочек вот такой 214 рублей получается на 300 рублей килограммчик так потом взял вот такие сосиски молочные вязанка вот такие упаковку и дальше здесь сыр сыр богатов вот такой голода и вот такой еще кусочек голландского сыра такую вареную колбаску вязанком я либо левешечку делала обычно либо у меня муж утром яишенку жаре тут с такой колбаска нравится ли сосисочками так вот такую колбаску микоян кремлевскую сырокопченую дальше здесь у меня яйца c1 30 штук не знаю почему c1 взял еще он у меня взял молоко говорит стоял молоко по акции просто 32 процента мой вообще обычно никогда не покупают два с половиной вот обычно но мы его не пьем я либо блинчики делаю на молоке соответственно либо мы в кофе добавляем так вот чтобы стакан но я редко могу выпить вот поэтому обычно вот такой упаковки берем нашим 3 2 процента не знаю но в кофе наверно будет вкусно вот это по акциям взял дальше сметанка вот такая пескаревская масло сливочное в этот раз взял вот такое не знаю попробуем мне кажется я тоже как-то такое покупала есть две пачки творога пискаревского дальше здесь хлеба такой тостовый хлебный дом обычный хлеб черный столовый еще вот такие булочки взял для худобов наверно сосисками будем делать так дальше здесь у нас немножко решил побаловать взял такие печенье вот эта марка любят его еще раз повторюсь она очень нам нравится исхи исхи и завтраки очень вкусные и печенье всякие очень вкусные делает вот эта марка прям очень вкусно обязательно попробуйте так дальше ну конечно же как нас не побаловать конфетками батончиками вот эти шоколадно сливочные разные всякие берет и вот эти тоже вкусные конфетки по-моему я покупал вот такие победа вкуса трюфели я вообще обожаю трюфели вот на 220 рублей 370 грамм взял очень меня и дети тоже любят ночью мы по конфетке да можем чаечек попить и еще вот такие хлебные палочки тоже мы кстати детки любят и хлебные палочки так дальше у меня здесь но это как всегда напитки фанта яблоко сок и что это виноград яблоко мята вот такой удачный микс и здесь овощи фрукты немножко взял помидорки вот такие томаты на 158 рублей почти два килограмма но они кстати неплохие вот такие же примерно большие он прошлый раз брал вот их режешь они прям очень ароматные мне нрав понравились огурчики такие колючие на полтора килограмма на 126 рублей получается также он не взял капусту это новое уже урожай вот такая белокочанная салатик делаю можно щит сварить со свежей капусточкой будет очень вкусно на три килограмма получается она почти три килограмма 73 рубля вот и здесь еще у меня картошка тоже молодая красная получается 54 рубля но вот в начале скажем так сезона она всегда вот достаточно дороговато по 54 рубля три килограмма на 175 рублей но вкусная картошка вот ее очень люблю в духовке запекать вкусно у меня любят всем прям вкусно получается и супчик если положу такую молоденькую картошечку она получается очень вкусно так черешенка как всегда нас побаловать черешен по 348 почти 350 рублей 862 грамма взял вот такую и здесь у нас бананчик небольшую веточку и здесь у меня немножко бытовой химии салфетки вот такие антибактериальные влажные всегда у нас должны быть и тут у него помялось пакете накрою видео такая зубная паста склад очень любим дети меня любят ее вот видите как помялся то у меня кстати есть такое муж когда ездит в магазин а он вот ну я обычно раскладываю там вниз что-то тяжелое наверх там вот фрукты овощи чтобы ничего не помялась муж вот так сваливает все вот она сам внизу было поэтому иногда вот такой приезжает да вот всегда говорит а ничего страшного вот и еще здесь вот упаковка туалетной бумаги лентовской так что вот такая вот небольшая закупка получилась моего мужа но все по делу как видите кроме конфеты конечно и вон того сейчас покажу вам чек и вот сумма составила пять тысяч тридцать девять рублей скидка по карте лента 1220 рублей так что вот такая вот получилась закупка у моего мужа и тут же хочу ответить на вопрос по поводу фруктов я неоднократно говорила что мы очень любим фрукты мы едим их больших количествах меня спрашивали не боюсь ли я пополнять от фруктов но смотря в каких количествах есть если за раз сесть и съесть там несколько килограмм чего-либо то конечно поправиться можно потому что у них все-таки содержится углеводы на фрукты и больших количествах употреблять их все-таки не стоит в огромных количествах да но я например отказать себе фруктах не могу я их очень сильно люблю ем с огромным удовольствием и сезонные фрукты ну все-таки это витамины лично для меня и это это очень вкусно я лучше откажу себе в конфетах в булочках я не знаю в чем-то таком нежели фруктах во всем нужно просто знать миру на мой взгляд вот так что я надеюсь вам понравилось такое видео нам было для вас полезным и интересным не забывайте подписываться на мой канал кто еще не подписан ставьте пальчики вверх мне это очень приятно всех люблю целую до новых встреч